Пришло самое время поговорить про API. API, или говоря по-русски API, будет описывать предоставляемую нам функциональность. Например, мы знаем, что стандартная библиотека языка Python предоставляет нам функциональность для работы с файлами. У нас есть, например, функция open, она хорошо задокументирована. Мы знаем, что она принимает путь до файла, принимает ключи, с которыми нужно открыть для чтения, для запись, и возвращает нам файл object. Поэтому мы можем сказать, что таким образом язык Python предоставляет нам API для работы с файлами. Также API предоставляет нам возможность абстрагироваться от реализации. Мы можем не знать множество отличий файловых систем, например, NTFS, FAT32 или X4. Мы можем не знать, как работают с файлами операционной системы Windows и Linux. Однако мы знаем, что если мы передадим функцию open, имя файла и ключи, то он откроет нам файл для записи или для чтения. Таким образом, API какого-нибудь модуля или сервиса это набор функций, констант и методов, которые мы можем использовать, и при этом про каждую из них, прежде всего, известно, что она принимает, что она возвращает, что она должна делать, но при этом, может быть, неизвестно, как она это делает. В течение данного урока мы будем рассматривать самую популярную, наверное, тему, это Web API, то есть мы будем общаться с удаленным сервисом посредством HTTP-запросов, мы рассмотрим пример работы с API, и вам будет дана пара задач на то, чтобы разобраться в API какого-нибудь сервиса и сделать там что-нибудь полезное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!